Друзья, в этом сезоне в Туле мы начинаем продавать совершенно уникальное растение. Это береза карельская. Береза карельская дерева совершенно легендарная. Известна она многим как древесина, из которой делали уникальную, дорогую, эксклюзивную мебель. Дело в том, что береза карельская отличается от обычной березы тем, что у нее местами внутри древесины формируются такие уплотнения. Такие как бы наросты. В результате того, что часть годичных колец формируется очень-очень плотно. И в итоге древесина, если ее разрезать, получается с очень интересным, очень своеобразным рисунком. Именно поэтому ее вырубали в Карелии, где она произрастала, и собственно все вырубили. Сейчас то, что мы имеем, это клоны, выведенные ученые в лабораториях. То есть люди поставили себе благородную задачу возродить популяцию березы карельской, но когда пошло клонирование, клоны получились несколько разные. И вот мы сегодня в продаже имеем два клона. Это береза карельская клон 81 и береза карельская клон 76. Эти деревья отличаются несколько гапитусом. То есть 81 клон, он более широкий, более раскидистый, а 76 клон, более вертикально растущий. Мы выращиваем молодые деревья, поставили их на опору для того, чтобы создать хотя бы какую-то структуру клоны. Вы же, когда купите эти растения, посадите в саду, уберете бамбук, уберете опору, дадите им расти произвольно. Это дерево еще интересно с точки зрения декоративности тем, что у него очень интересный листок. Он красиво вырезан, ажурно, и к тому же край листа слегка извивается. Дерево имеет такую очень ажурную крону. А если еще дополнить это тем, что лист березы карельской достаточно плотный, достаточно такой жесткий, глянцевитый, блестящий, то общий вид дерева получается, знаете, такой жизнерадостный и праздничный. Безусловно, очень хорошо надо понимать, какие условия необходимы этому дереву для произрастания, потому что условия достаточно специфические. Береза карельская, как и обыкновенная беттла пендула, очень светолюбива. Корейская еще более светолюбива, чем беттла пендула, поэтому, когда вы будете ее сажать, обязательно имейте в виду, что она должна быть хорошо освещена. То есть, если это солитерное дерево, соответственно, вокруг свободное пространство, если вы сажаете массив из березы карельской, там несколько деревьев, то сажать их надо с дистанцией, ну, как минимум 5 метров, для того, чтобы каждое дерево было хорошо освещено. Какой высоты будет в итоге дерево, вот эти клоновые деревья, сказать сложно, потому что, собственно, они не так давно появились на свет, эти клоны как таковые, и они еще не живут много лет. И с точностью сказать, каким высоким вырастут деревья мы можем. Единственное, что мы можем сказать, что обычная береза карельская, та, которая росла раньше в природе, жила, она была высотой где-то до 8 метров. О чем нужно помнить, высаживать березу карельскую? Она неприхотлива к почвам, она спокойно переносит бедные почвы. Один из наших коллег сажал березу карельскую, уже нашу молодую, на крыше дома, и, насколько я знаю, она там благополучно безземную уже пережила. Но береза карельская очень требовательна к структуре почвы. Она не переносит ни переувлажнений, ни вытаптывания, то есть должен быть воздух в корнях. Поэтому нельзя сажать березу карельскую рядом с покрытиями, запетонированными, заасфальтированными. Нельзя сажать березу карельскую там, где большой пешеходный трафик, где вытаптываются грунты. Береза карельская не переносит засоления из-за газованности воздуха. Поэтому посадки около трасс, около проезжих частей, но с большой интенсивной нагрузкой, категорически запрещены. Где можно сажать это дерево, чтобы чувствовало оно себя вольготно и радостно? Если говорить о городах, это парки, то можно сажать. И, возможно, внутренние полки городских дворов, такие, где нет большой транспортной нагрузки, где не применяются химреагенты и где нет большой пешеходной нагрузки. Ну и, конечно, это личные сады, частные сады, какие-то пригородные парки. Самое замечательное место для произрастания на природе карельской. Давайте мы сейчас посмотрим ближе, как же выглядит подплотнение на древесине. Вот посмотрите, пожалуйста, видите, вот такие утолщения, вот такое утолщение. Это совершенно такие характерные признаки роста древесины березы карельской. С возрастом, так как она очень светолюбива, достаточно быстро, у нее начнет оголяться низ. Нижние ветки начнут отмирать и, соответственно, вот эти вот стволы со вздутиями будут открываться и будут хорошо видны. Такое уникальное дерево поступает у нас в продажу. Приезжайте, выбирайте, смотрите. Мы можем прислать вам по электронной почте. Вы не пожалеете, если на своем участке заведется такое легендарное дерево береза карельская.